Итак, всем добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию. Она посвящена международному кулинарному фестивалю Агрокукфест. Вы видите, у нас собрались супергости. Без стеснения могу это сказать, потому что это знаменитейшие кулинары. Я сейчас их представлю и в двух словах сначала расскажу о том, почему они в Харькове. В эти дни в Харькове проходит Агропорт. Это международный форум по развитию фермерства в Украине. Он проходит с 20 по 22 октября. Первая, скажем так, часть была во Львове 26-28 мая. Ну и вот как раз в рамках форума проходит международный кулинарный фестиваль. И о том, какие у него цели и задачи, что будет происходить, какие номинации, кто будет участвовать, как раз расскажут наши спикеры. Саркиз Якубян, координатор арабского сектора ICC, президент ассоциации Taste of Peace Израиль. Йозеф Арбит, судья Всемирной ассоциации сообщества шеф-поваров Палестина. Желка Невин Бремич, президент ассоциации шеф-поваров Средиземноморья, прошу прощения, Хорватия. Драгица Лукин, международный кулинар, судья, кондитер, профессор. Исток Легат, президент федерации кулинаров Словении. И Вуксан Бука Митрович, президент ассоциации шеф-поваров Черногории. Вот сегодня такие у нас знаменитые гости. И также у нас Анна Гасанова, координатор фестиваля. Анна, пожалуйста, я передаю вам микрофон. Для начала расскажите, что же собой представляет этот фестиваль, для чего он, и что будет происходить в эти дни. В первую очередь хотелось бы сказать, что 20-22 октября в здании Харьковского международного аэропорта будет происходить международный кулинарный фестиваль. Приглашаем всех для участия, для ознакомления, всех желающих просто посмотреть, начинающих шеф-поваров, профессионалов, работников сферы ресторанного обслуживания. В эти дни вы сможете ознакомиться с участниками, которые будут принимать участие в различных номинациях. В каких номинациях, возможно, расскажут вам наши судьи. К нам в качестве судей, жюри, приехали представители различных стран. Также в судейскую коллегию будут входить и наши украинские судьи, это известные рестораторы, это именитые шеф-повара, люди, которые профессионально занимаются в сфере кулинарии и так далее. Они смогут обменяться опытом в первую очередь, а также ознакомиться с нашими способностями наших участников. К участию приглашаются юниоры и сеньоры, это новички, а также профессионалы. Они могут посоревноваться в различных, различнейших номинациях. И самое главное, участники наши регистрировались для того, чтобы обогатить свой опыт, для того, чтобы узнать что-то новое и посмотреть все-таки, на каком же уровне они находятся по сравнению с другими. Но мы для них сделали еще и сюрприз, благодаря громадской ассоциации и, в частности, Василию Васильевичу Россихину, доктору юридических наук и профессору. Он предоставляет приз для наших участников, это 50 тысяч гривен. Мы ему очень благодарны за это. И, конечно же, лучший наш кулинар еще и будет иметь материальную заинтересованность и подарки. Также у нас есть различные торговые марки, с которыми мы работаем. Они тоже будут вручать свои подарки. И торговая марка «Кенвуд», и «Де Лонги», и «Метро», и так далее. Мы столкнулись в процессе организации фестиваля, мы столкнулись с различными позициями, конечно, с помощью и с отказом. Мы благодарны тем, кто пошли нам навстречу. Жалеем, что многие не поняли, возможно, идеи и направленности. И, наверное, очень сложно у нас в Харькове это организовать. Скажите, Ана, а вот в чем, собственно, идея? Почему это мероприятие проходит как раз в Харькове в эти дни? И такие знаменитые люди приехали в наш город. Они члены жюри. Они члены жюри, да. Мы подключили к этому международное жюри для того, чтобы, в первую очередь, судейство было честным, справедливым. Нет никаких заинтересованных людей. Есть у нас и международные команды. То есть эти председатели жюри, они приехали со своими международными командами. Они будут оценивать наше кулинарное искусство. Идея возникла. Вот наш фестиваль, он называется Агрокукфест. Агро в связи с тем, что проходит Агрофорум. То есть идея была в том, что от фастфуда мы уже немножко отходим. Мы приходим к тому, что мы выращиваем как можно быстрее, эти все продукты должны попадать на стол к потребителю. То есть здесь производители продуктов и те люди, которые эти продукты перерабатывают и доносят до потребителя в лучшей их форме. Мы надеемся на развитие, конечно же, кулинарного искусства, ресторанного дела, туризма в нашей стране. Потому что уровень обслуживания, в первую очередь, и обеспечивает наплыв потребителей и туристов. Спасибо большое. Ну, присаживайтесь. Давайте теперь спросим у гостей наших, какие впечатления Драгица, Драгица, Лутин, пожалуйста, расскажите. Когда вы приехали, какие ваши впечатления от Украины? Может быть, вы уже попробовали какие-то блюда и они какие-то ощущения оставили после себя? Спасибо за все, как вы нам приготовили на Украину. Мы имеем много лет в Украине очень хороший контакт, как Людмила, как Анечка, как Леонида, как все люди, которые работают в университете. Мы много лет работаем с ним, мы так всякий год имеем один контакт, как славянская кухня, как славянский кондитерский. И имеет очень, очень, я скажу, истые, истые традиции, истые, все такое. Мы сегодня приехали, как первый международный фестиваль, организировали в Украине сегодня в овый город. Не страшно было ехать. Все-таки Харьков, прифронтовой город, у нас, знаете, военные события в стране происходят. Харьков, я скажу, мой город. Я и Мају се стрема је, Людмилу, Анечку, Леониду, так как вообще не было тяжело прийти к вам. Ми любимо, как международный фестиваль, ми любимо ови люди, мои коллеги, как мы много лет работаем, 40 лет мы работаем на весь, целый свят. Так ми любимо, так один коррект, решпект, работа за все люди, кои приехали на международный фестиваль. Йозеф Орбит, какие ваши впечатления, когда вы приехали в Харьков и что вы думаете о приезде? Пожалуйста, скажи мне, когда вы приехали в Харьков, какие ваши экспрессии, и какие ваши думки о том, как фестиваль будет? Вчера я прилетел в Харьков, это было очень красивое страну. Очень красивое страну. И я хочу поддержать Людмилу и Анну, чтобы пригласила нас в колледж. В колледж. И хорошего счастья для этого фестиваля. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. В первую очередь мы познакомились с этими людьми в Иерусалиме. Как организатор я организовал соревнования, которые приносили бы мир между Израилем и Палестиной. Организаторы фестиваля почтили нас и приехали к нам. И с того момента у нас появились какие-то личные чувства. Впервые я приехал в Украину в ноябре прошлого года, и мои впечатления были очень удивительными. Это было на очень высоком уровне организации. И мы видели в госпитализации, что я иду вокруг этого мира, где я иду, но здесь, я должен сказать, это уникально. На этих соревнованиях, на которых я был в прошлом году в ноябре, я увидел очень высокий уровень организации и также украинское гостеприимство. Учитывая, что я посещал различные фестивали, то это меня поразило. И с того момента наши ассоциации Слобожанская гильдия Украинского кулинарного союза и Ассоциация Тестов ПИС сотрудничают, заключили соглашение и работают вместе. Мы все здесь собрались с людьми высокого уровня. Мы привезли с собой свой опыт и хотим поделиться им здесь. Для меня большая честь быть здесь. Я приехал для того, чтобы поделиться своим опытом и поддержать всех, кто будет принимать участие в этом фестивале. Спасибо большое. Я хочу говорить наш язык. Я думаю, что они похожи на русском. Мне очень рады, что я был первый раз в Украине и в общем первый раз на этих местах. Я планировал, как у меня очень мало времени, планировал и дам себе обязанности, чтобы выйти. Украинский язык и русский язык. Я думаю, что это достаточно достаточно, что наше приятельство из между двое двоих страны, очень много. Я помню, что мы участвуем на уровне университета между нашим университетом из Будве и вашим университетом из Хахова, где она играет большую задачу по связи с студентом и профессором, так что я надеюсь, что все это будет очень успешно и честным университетом на доброй организации. Я скажу все кратко, нет, как сказал мой. Он любит, что это сегодня в Украине, первый раз в Украине. Он любит, что имеет очень-очень хороший контакт, очень хороший с университетом, где работа Анна, Людмила. Такой, как любит студенты в Украину придут в Черногора, в Монтенегро, так как в Монтенегро студенты придут в Украину. Он любит, что это сегодня в Украине шемпионат, работа как суппорт, как один товарищ в Украине, да будет все очень-очень хорошо, твой фестиваль. Он сказал, что в Монтенегро, в Черногора им есть много украинских людей, покупали много, им есть много украинских машин, так как нормально в украинских языках на Черногора. Многие люди в Черногора понимают в украинских, любят, как сегодня быть в городе в Украине. Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо. Добрый день. Мне очень рад, что я пришел в Украину, потому что я сам с этим познакомлю вашу культуру и храну. Здравствуйте. Исток очень рад, чтобы быть здесь, чтобы провести время с друзьями, чтобы встретить новую культуру и попробовать новую культуру среди друзей. Я рад, что я был культуру, потому что я могу путать в мире, и я познакомлю разные друзья. И как член ВАКСа могу помочь культуру, чтобы готовить новую культуру, чтобы приготовить новую культуру. И это значит и послание ВАКСа. Я очень рад, чтобы быть шефом. Как шефом, я имею возможность встретить других людей, чтобы путешествовать в мире. И как член Международной ассоциации шеф-поваров, я могу делать участников различных фестивалей. Более профессиональными, делиться своим опытом и повышать кулинарное искусство. Сейчас, когда я в Украине, мне нужно использовать возможность использовать эту культуру. И я вернусь в 50 лет назад, потому что Украина имеет очень известное культуру, это Киевский котлет. И оно, что я сказал, 50 лет назад, у нас в Словении не было ни один культуру, где не было на культуру Киевский котлет. Возвращаясь на 50 лет назад, когда я был в Украине впервые, было такое блюдо, как котлета по-киевски, и не было ни одного ресторана, в меню которого не было этого блюда. И могу сказать, что вы должны быть счастливыми на это культуру, потому что в нашей школе, в наших школах, в гостительских, это котлет уже всегда, сегодня, в этом программе. И вы должны быть очень рады, чтобы у вас есть такой блюдо, потому что в нашей кулинарной школе мы до сих пор обучаемся ее готовить и используем так же в своем меню. И в данном времени, когда мы поговорим о фузийской кухине, то есть, когда мы с другими кухними, то можно сделать новое кухнице, и вы можете сделать новое кухнице, и вы можете сделать новое кухнице. к другим регионам и к другим рецептам. Киев-котлет и манго гласиран на маслу с мало шећара, то би било едно изврстно ново ело. И то сем покушал куће направити супер је. Виетнам и Киев-котлет с манго и манго има идеја. Ви маје спробува, че је фујжија на манго. И хвоће и маје, то би шеће на саге и маје. Киев-котлет се маје на манго! И паје меје веје на конс! И којсо је фујжија на манго, детон Arctic и маје лавјеsalно са је. в Европе. Я сказал, что когда ты ходишь в мире, ты можешь всегда видеть, пробовать и сделать новую еду. 50 лет назад мы не могли сделать манго, чтобы сделать это фьюзион, но в этот день, как здесь, можно сделать фьюзион ингредиентов и фьюзион с другими вкусами и друзьями, как здесь. 50 лет назад, когда я был в Украине, у нас не было такой возможности сочетать котлету по-киевски, например, с манго. А сейчас есть возможность сочетать невероятные ингредиенты и готовить невероятные блюда. И я надеюсь, что за несколько дней я буду здесь, я буду путешествовать по всему миру. Спасибо. Спасибо. Моя идея приехать сюда в Украину родилась в апреле на соревнованиях в Бисерморо. В тот момент, когда я получил приглашение от вас. Я начал работать в новом отеле, и моя сезон закончилась несколько дней. Я сказал им, что я больше не хочу работать, потому что я должен быть здесь. У меня было очень напряженное лето, я начал работать в другом ресторане, и моя работа закончилась буквально два дня назад, потому что я сказал, все, я работать не хочу, я еду на соревнования. И до этого я не помню этого. У нас были красивые путешествия здесь, отличный привет в аэропорте. Мы приехали вчера, у нас было много друзей здесь, поэтому я очень рад, что я здесь. И до этого момента я не сожалел о том, что я бросил работу и приехал, потому что здесь встретился с отличными людьми, с гостеприимством и с прекрасной страной. Всегда очень рад видеть вас, все мои украинские друзья, и тогда вы должны начать считать дни, чтобы снова приехать в Коицию на Бисерморо. Я очень рад видеть здесь своих друзей, и надеюсь, что они тоже считают дни до того момента, пока они приедут на соревнования в Хорватию в Бисерморо. Если я могу взять маленькую часть из Киевской котлетки, несколько дней назад в мою кухню, мы пытались сделать новое меню, и мой суп-шеф сказал, новое блюдо, «Шеф, ты идешь в Украину, давайте поставим Киевскую котлетку на меню». И это был самый главный день, для того, чтобы все люди хотят ехать. И хотелось бы взять часть речи, истока о бета-киевской котлете, я тоже привезу ее к себе в Хорватию, попробую интерпретировать, использовать в меню, и мой суп-шеф будет говорить, чтобы я ехала еще в Украину за домами и блюдами. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, да? Прошу. Елена Львова, Интерфакс Украина. У меня вопрос больше организационного порядка. Скажите, пожалуйста, сколько участников ожидается, какая их география, и, собственно, в каких номинациях они будут соревноваться, что именно будет оцениваться на этом конкурсе? Спасибо. Участники будут соревноваться в различных номинациях. Это закуска, основное блюдо горячее на основе мяса говядины, телятины, рыбы, морепродуктов, курицы, кролика, дичи. Также в номинации десерт, где будут участвовать два кондитера, два участника, а также три самые основные номинации для более профессиональных шеф-поваров. Это лучший шеф, где за полтора часа один шеф должен приготовить три блюда. Это закуска, основное блюдо и десерт. Сервировать все блюда необходимо в двух экземплярах. Один экземпляр для того, чтобы участники, вернее, посетители могли ознакомиться, посмотреть и так далее. И второй экземпляр для судейства, для пробования. Лучший шеф, как я сказала, лучший шеф-кондитер. Десерт – это когда один человек уже готовит два десерта, холодный и горячий. А также черный ящик. Черный ящик для команды юниоров и для команды сеньоров. В черном ящике участники могут ознакомиться с набором продуктов только непосредственно перед соревнованием. То есть они не знают, из чего они будут готовить. В черном ящике участвует команда из трех человек, и продукты предоставляются торговой маркой «Метро». Кроме этого, оцениваться судьями будет номинация «Арт-класс». В «Арт-классе» оценивается композиция, соответствие названия тому, что мы видим, различные техники, которые используются, уровень этих техник, сочетание. Единственное, что здесь отсутствует – это вкус и запах. Номинации «Арт-класс» могут быть представлены как изделия из теста, такие как караваи для свадеб и так далее. Кроме этого могут быть сахарные цветы, букеты, свадебные торты, карвинг овощной. Во время живого приготовления, то есть это те номинации, которые я сказала до этого, будет учитываться в основном это вкус, цвет, запах, профессиональность приготовления этого блюда, потому что судьи будут наблюдать за участниками во время приготовления, а также гигиена, стойка гиены, которая соответствует участникам во время приготовления. География участников – это и Украина, и международные участники. У нас есть участники из этих стран, председатели которых уже присутствуют здесь. Кроме этого у нас будут еще другие судьи, которые сегодня к нам еще доезжают. Планируется также у нас председатель ассоциации шеф-поваров мира Томас Гуглер, он тоже будет у нас. Команда Турции сегодня приезжает, команда Израиля тоже уже прибыла. Украинские, это вся география, у нас прибыла уже команда Львова, Киева, Одессы, Каменец-Подольский, Кривой Рог, практически все. Много, конечно, и харьковчан. Но я бы не сказала, что харьковчан в какой-то части больше, чем других участников. Около ста человек, но тут считается не количество участников, а… Нет, ста человек, но дело в том, что каждый человек в неограниченных количествах номинаций может участвовать. То есть один человек может участвовать и пять, и шесть номинаций брать. Поэтому мы рассчитывали, исходя из того, что у нас пять рабочих боксов работают одновременно, и вот по времени два дня длится «Агропорт», три дня длится «Агрокукфест», вот чтобы мы в эти дни могли вложиться. Вопрос у меня к нашим спикерам. Что вы думаете об Украине, о перспективах Украины как страны, которая может представить себя в туристическом плане, в кулинарном плане, на мировом уровне? Пожалуйста, переведите, Анна. Что вы думаете об Украине? Как она может быть в сфере туризма и в сфере кулинарии на интернациональном уровне? Could it be or not? What is your opinion? Я думаю, как Украина имеет очень, очень хорошую перспективу. Как имеют сегодня люди, которые работают на туризм, на все остальные в Украине, за меня, как мы, я скажу за Хорватию, мы имеем очень, очень, когда имеют один прогресс, одну культуру, я думаю, что такой не имеют все земли Европы, как имеют в Украине. Украина богата, традициональная кухня. Такое, я думаю, что самые малые нюансы с продуктом, которые имеют в Украине за один период, имеют очень, очень хороший прогресс, очень хорошую будущую кухню. Я скажу кондитерски, я президент Хорватии за кондитерски. Я думаю, что в Украине имеют все аргументы, за Број Адин Републик, за гастрономию, за туризмус. Я думаю, что главный вопрос здесь является, чтобы привести все культури в один плац. Как тест на свободу, мы верим в нею религию, мы верим в религию, но в кулинарском бизнесе, мы верим в нею религию. Я думаю, что наша задача основная это разместить все культуры на одной тарелке. И организация Taste of Peace, то есть вкус мира, которая не против религии, мы религиозные люди, но тем не менее, что стирать все эти религиозные границы в пользу кулинарии. Нет религиозных границей, нет религиозных границей, мы все вместе воспринимаем те же основные басы. Это кулинарные техники. Но в отличие, что в каждом стране мы берем нашу культуру, то есть культуру. Когда мы это делаем, мы называем это фьюжиным. Я могу поделиться с моим коллегами его меню, традиционное меню и моим традиционным меню, так что мы можем приобрести что-то фьюжное. То есть с помощью кулинарии мы стираем все границы, границы в религии, национальностях и других моментах. И когда, естественно, мы приезжаем в другие страны, мы обмениваемся своими какими-то секретами традиционной кухни и таким образом образуется такой, скажем, фьюжн, то есть смешение кухонь, культур. Когда мы даем нашу опыт, мы не можем сказать, что мы знаем все. Мы делаем нашу опыт вместе. Когда мы даем нашу опыт в отношении кухоньки или шефами, они развиваются эти традиционные идеи и идут в их креативность. Таким образом, это возможность открыть туризм здесь и привести из всего мира в один кухон, много культур. И основная наша задача это обменяться опытом, обогатиться для того, чтобы принести в том числе и в туризм вот это смешение разных культур и таким образом поднять его. и я счастлива, что я могу сказать, что с моими коллегами здесь они очень много экспертенции и они, самое главное, очень смешные, дать, с никакой личности, дать кухонькам и шефам их знания. И это очень особенное место. И очень приятно для меня, что я имею возможность обменяться опытом с такими, скажем, матерыми и опытными своими коллегами для того, чтобы найти что-то новое. Вчера мы посетили рынок, были на сумском рынке наши гости. очень понравился и напоминал какую-то как игровую площадку. И я потерял там несколько раз потому что я пытался взять какие-то вкусные вкусные вкусы из фишки, из кавиара, из мяса. Я думаю, что у вас хорошие ингредиенты. И я думаю, это отличная идея и эта комбинация для организаторов Агрококфеста, чтобы шефы и все люди в туризме иметь связь с земли к плене. Это очень хорошая идея для организаторов Агрококфеста, что в рамках агрофестиваля они могут, скажем так, брать с грунта, с земли продукты и сразу переносить это всё на тарелки. И это очень хорошая идея чтобы пригласить всех сооруженных шефов для того, чтобы посмотреть что-то, чтобы научиться и не комбинировать. Всех в мире имеет рыбу, мясо, поготейли, и только техники разные. И если вы берете исторический background и хорошие ингредиенты вы сделаете красивый процесс. И это очень хорошая идея что пригласили судьи из разных стран для того, чтобы посмотреть ингредиенты есть у всех рыба, картофель и другие, но само собой заключается в том, что как их комбинировать и на этом строить какие-то новые техники. вы должны верить в себя. Люди всегда думают, грязь более зеленая. Это не зеленая. Если вы позволили это сделать. Просто верите в себя, приготовьте хорошие ингредиенты, и вы получите очень хорошие продукты. у вас есть огромная перспектива к развитию. Всегда говорят, что у соседа трава зеленее, но на самом деле это не так. Главное работать, любить свою работу, использовать хорошие ингредиенты. Вот и есть секрет. Спасибо. Я хочу добавить и поддержать моих коллегам, потому что как шефы, нашим миссией и нашим сообщением должен быть здоровый еду. Самая главная задача для нас, для опытных шефов, это в первую очередь принести здоровую еду в общество. Это хорошо думать, как гранить плату, сделать презентацию. Если мы верим и понимаем что нашим месседжем в мире должен быть глубже показать здоровье в этой еды. Не просто сделать шефы. Самые три главные для повара чувства это осязание, обоняние и вкус. Естественно, наша главная задача чтобы все это было в первую очередь здоровым. и мы также чувствуем благословение этих ингредиентов. Как вы знаете, много болезней, много богатых в мире, если мы делаем право, то мир будет лучше. и тоже вкладывать в эти продукты, скажем так, благословление, потому что в связи с тем, что в мире и голод, и беднота, мы должны даже через это нести свое сообщение миру. И хочу сказать, что все шефы должны в первую очередь нести эту идею, что мы ответственны за то, чтобы мы ели здоровую пищу. И все открыты для того, чтобы присоединиться к этой идее. Я хочу быть кратак. Чувайте традициональную кухину, неговите органску храну, чувайте генетически модификованные храны, из авиона я видел прекрасное поле, имате велике возможности. Украина равноправна с всем землами Европы. Когда приехал на Украину аэрофлот, тогда посмотрел, как в Украина имает очень хорошие панорамы, очень хорошие, все, тогда поручил, как в кулинарии, все должны почувать свою традицию, свою здоровую землю. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы? Собственно, вопрос, где территориально будет располагаться, вот именно, ну, сам фестиваль будет проходить, то есть, прям в здании аэропорта или? Крузовой терминал. Ага, понятно, спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет, у меня... Вход туда бесплатный, приглашаем всех, кроме того, что сможете понаблюдать за процессом приготовления. Кроме этого, будут происходить мастер-классы различных шеф-поваров наших харьковских, различных торговых марок. И кроме этого, учитывая, что ООН признал 2016 год годом зернобобовых, то будем готовить блюда на основе зернобобовых. Ассоциация зернобобовых также присоединяется к этому. Будем готовить ху-му-зук, будем готовить борщ с фасолью. И приглашаем всех, будем кормить, пробовать и смотреть, и учиться. И я надеюсь, что всем понравится. Спасибо большое. И последний вопрос. Я знаю, в эти дни проходит Олимпиада кулинарная, да? Драгица, расскажите, пожалуйста, об участии в Олимпиаде кулинарной. Вот она проходит в эти дни, и вы отправитесь туда, да? Вчера наше тиме на Ефрут на Немчика приехали все тимови за Олимпиада. Олимпиада всякие 4 годы работа. Я думаю, что украинский тим из той другой Олимпиады приехал. Мы должны помочь все коллеги за Олимпиаду за 4 года, как в Украину приехали в Олимпиаду Ефрут. Моя команда как раз вчера поехала на Олимпиаду в Германию в Ефрут, и я считаю, что Украина тоже могла бы принять участие, и мы все коллеги могли бы помочь для того, чтобы украинская команда тоже выступила на этой Олимпиаде. Олимпийские кулинарные игры. Спасибо большое за то, что вы рассказали. Я надеюсь, что вас ждут хорошие интересные впечатления в эти дни об Украине, о новых блюдах, потому что кухня действительно у нас богатая, и я надеюсь, во всей красе она будет перед вами представлена. Я надеюсь, что теперь вы тмите. Надеюсь, что вы будете fliesыться за тут. Надеюсь, вы увидите некоторые secretiigung всей кухни. Я надеюсь, что наша кухня лучше. И я надеюсь, что вам все were the best. Спасибо.